Приветствую вас. По форме вашего вопроса мне духуется, что вам стоит обратиться в раздел эзотерики, именно там предсказывают будущее, но вы говорите о том, что вы ссоритесь со своим молодым человеком, и я думаю, что и ссоры с молодым человеком, и тот факт, что вам снится ваш отец, связанный между собой, в первую очередь чем? Ну, во-первых, с точки зрения психологии, если вы ссоритесь со своим молодым человеком, то нужно сразу здесь разграничивать свою ответственность. Где ответственность моя, а где ответственность моего молодого человека? И если я со своим молодым человеком ссорюсь, то, соответственно, говорить, что не мы ссоримся, потому что мы — это непонятно кто, а именно я ссорюсь. Именно мне нужно, именно я испытываю, например, какое-то недовольство из-за того, что происходит, да, недовольство на молодого человека я испытываю, и это заставляет меня с ним ссориться. Вот, что именно, чем именно я недовольна, что именно заставляет меня испытывать, скажем, раздражение, что именно заставляет меня испытывать злость на молодого человека, из-за чего я, собственно говоря, с ним и ссорюсь, да? Что я хочу? Что я хочу? Что мне нужно? Вот это вот, пожалуй, ключевой момент здесь, потому что, ну, знаете, молодой человек, он может с вами ссориться сколько угодно. Это, знаете, знаете, это его вообще право и его проблемы. Вот. Самое главное, чтобы с ним не ссорились вы. Или если вы ссоритесь с ним, то бы вы, например, ну, четко знали, чего вы хотите, четко отдавали себе отчет в том, чего вы ожидаете, что вам нужно и так далее. Вот. И самое главное, если молодой человек к вам, например, не прислушивается, если молодой человек, например, не делает того, что вы хотите от него, допустим, если молодой человек не делает того, что вам нужно от него, то, соответственно, вопрос, вопрос заключается именно в том, а зачем тогда он вам? В зависимости от того, зачем тогда вам такой мужчина, который к вам, например, не прислушивается вообще? Да, просто нужно понимать, что такое ссоры и нести именно свою ответственность в них, нести именно свою ответственность за ссор, а не так, что мы ссоримся, да, и все. Это первое. Это первое. Значит, что касается второго момента, это то, что вам сниться ваш отец. Здесь ситуация следующая. «Поскольку вы ссоритесь со своим молодым человеком, и понятно, что каждая ссора, она приближает вас к определенной такой, ну, в некоторой степени к неопределенности, да, каждая ссора, приближает вас к неопределенности, то, естественно, вы чувствуете себя незащищенной. И, что самое главное в этой ситуации, вы, чувствуя себя незащищенной, нуждаетесь в защите. И именно по этой причине, именно по той самой причине, что вы незащищены, по вашим ощущениям, вы незащищены по собственным переживаниям, вы не чувствуете себя защищенной. И именно по этим причинам вам и сниться отец, как символ защиты. Как символ именно вашей защиты. То есть, как символ надежности, как символ опоры и так далее. И я полагаю, что ничего, угрожающего вам его жизни, нету в том, что вам сниться. Абсолютно. Не надо думать, что ему что-то угрожает, не надо думать, что с ним что-то случится, что с ним что-то произойдет и так далее. Нет. Просто вам сниться отец, потому что вам нужен такой вот надежный мужчина. Вам нужно чувствовать себя уверенно. А уверенно вы себя не ощущаете. Потому что, потому что ссоритесь со своим молодым человеком. Вот в этом и заключается мое видение вашей проблемы. В этом и заключается мое видение вашей ситуации. И я полагаю, что логично предположить, в данном случае логично совершенно предположить, что для того, чтобы ситуация как-то нормализовалась, вам необходимо прояснить все отношения с одним молодым человеком. То есть объективно, это, например, перестать с ним ссориться. Или нести ответственность за себя. Или, ну все тогда. Или, значит, с ним поговорить и сказать, что вот, дорогой, такая ситуация с тобой. Все время ссоримся, мне это не нравится, меня это напрягает, мне это очень тяжело и трудно. Я переживаю стресс каждый раз из-за этого, да. И, соответственно, я так не хочу. Поэтому, да ладно, с тобой, например, какое-то время, скажем, побудем там раздельно, да, друг от друга. То есть какое-то время не будем вместе, например. То есть вот здесь вам нужно решить вот эту вот ситуацию, которая заставляет вас раз за разом, снова и снова стремиться к стабильности. Стабильности именно вот своей собственной. И таким образом, через желание стабильности, через это стремление, вам и снится ваш ответ. А вы думаете, что в этом есть что-то плохое, что-то обязательно дурное и так далее. Вот. И по моему мнению, по моему мнению, вы себя только лишь вот накручиваете, вы себя накручиваете только этими вот переживаниями и этим стрессом. Вот. Так что я думаю, вот таким образом можно вам ответить на вопрос, на ваш. Надеюсь, что помогу. Если остались вопросы, либо что-то непонятное из моего ответа, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучше, желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...